Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Мы встретились с представителями Молдовы, Филипп Дрёсовичем Киркорум и коллективом Торидос. Первый вопрос может показаться немножко, значит, так странноватым. Первая часть. Филипп, вы не боитесь превратиться в нашего СНГшного Ральфа Сигеля? Который, как мне помнится, в 2012 году, прямо вот был вид, но только его, Валентина Монетту, никто не замечал. А вы, каково вам купаться рядом вот с лучами славы такой дивы, как он сам себя назвал? Ну да, конечно. Говорите о себе хорошо. Информация остается, источник забывается. Это по поводу, кто кого назвал дивой. А во-вторых, по поводу лучей славы и Ральфа Сигеля. Ну, во-первых, у нас разница в возрасте. Потом у Ральфа Сигеля, так скажем, значимый большой успех был с группой Чингисхан, по большому счету. И это было в 70-х. А мы так и делаем достаточно, с моей командой, достаточно такие увесистые шаги на протяжении 15 последних лет на Евровидении. Начиная от Елены Папаризу и заканчивая Сергея Лазарева, включая там Диму Билана, Диму Колдуна, Ани Лорак, сестерта Молчобок. Поэтому я в силу того, что все-таки являюсь в некой степени психологом, понимаю, что, так сказать, выставлять себя на первый план было бы не очень корректно по отношению, в первую очередь, к коллективу, в успехе которого сам же заинтересован. Поэтому у меня уже все в жизни было, и успехи, и провалы, и комплименты, и все. Поэтому я не боюсь, потому что мне кажется, что так как я себя позиционирую и на этом конкурсе, и в первую очередь потому, что не я выхожу на сцену, а вам видно то, что происходит за кулисами, дает мне право думать, что все-таки на первом плане находится группа, которая исполняет мою песню как композитора, и уже все остальное уходит на задний план, включая меня. Ну и что скажете вы? Что мы скажем? Мы только рады работать с таким профессионалом, как Филипп Киркоров, по поводу того, что мы купаемся в лучах славы, а почему бы и нет. Мы учимся многому от него, и так как мы же молодые артисты, а он-то профессионал уже. Номер переполнен, скажем так, гэгами, и скажу честно, это едва ли вообще не первый номер на Евровидении, в принципе, на моей памяти, который построен на гэгах полностью, который сделан, скажем так, с определенной долей юмора. Кто создавал все вот эти вот моменты, гэги, чьи идеи там, ну и про лишние женские ноги расскажите, пожалуйста. Про лишние женские ноги, я скажу, это маленький секрет группы Дорелес. Ну ладно, уже можно, это когда выйдет все? Сегодня. А, сегодня? Поэтому секрет. Ну почему? Там не только ноги женские, там и мужские. Ну вообще там, мы, кстати, опубликуем бэкстейдж в день финала, или в день полуфинала, мы же суеверные, мы не загадываем вперед. В день полуфинала мы опубликуем бэкстейдж, потому что это надо видеть. То, что происходит за этой ширмой, это достойно циркового представления, аттракциона. И непонятно, что будет даже интереснее потом смотреть, то, что на сцене происходит, или то, что происходит сзади. Потому что сзади происходит аттракцион «Держи меня, мама». Да, да. Ну об этом чуть попозже, поэтому лучше вам… Здесь мы ставим многоточие, и опять конец куплета. Предпоследний вопрос, он касается возможных ваших результатов, которые может перебить прошлогодний результат «Санстрок Проджект». Готова ли Молдова принять конкурс Евровидения в случае вашей победы? Вы выросли по ставкам до 11-го места за последние дни. Какого там? Сорокового? Ну не сорокового, но там вот в том районе где-то было. Последний раз, я знаю, у нас было 18-го после первой репетиции. Я помню, мы с Димой Биланом, когда выходили, когда начинали конкурс в Греции, до первой репетиции Дима тоже был где-то на 30-м, вот на «Валетю Гоу» когда была, когда мы с Факасом продюсировали его выступление. А после этой репетиции он попал в десятку, а в результате занял второе место. Поэтому, честно говоря, не надо ориентироваться на эти все, да, но… Вопрос, мы готовы ли Молдову принять? Готовы, конечно, иначе… Я все отвожу, я все отвожу. Иначе зачем Молдове участвовать? То есть Молдова же не участвует просто для того, чтобы участвовать. Мы не будем загадывать. В первую очередь это должно бы получиться хорошее выступление. Мы приехали в первую очередь по этому… Ну, ребята, если бы не были готовы, или не были, точнее, не были, так скажем, Молдова действительно не была бы готова принять, то она бы не посылала действительно своих на сегодняшний день популярнейших артистов и победителей конкурса «Новая волна» в России, между прочим, прошлогоднего. Ребята, извините, последний вопрос будет напрямую к Филиппу. Держите его за руки, спрячьте все острые предметы, потому что вопрос на самом деле будет очень тяжелый. Филипп, вы говорили о том, что у вас очень много связано с Молдовой, и получается, что даже ваше участие в 1995 году на Евровидении тоже получилось связанным. Ну, а как так вышло? С тем, что песня была очень похожа на песню, изданную в 1985 году на Вениле в Молдове Анастасии Лазарюк «Бунасяра» с «Телеллур». Серьезно? Да. Может, потому что композитор молдовский был в то время, сейчас он в Израиле живет. Может, поэтому и сбежал из Молдовы, или уж и Бершацкий. То есть для вас это новость тоже, да? Для меня это новость. Но Анастасия Лазарюк, это я вам рассказывал, ребята, да, человек, который вообще в 1985 году меня открыл в России и показал Петре Тайдоровичу, который меня пригласил к себе, и вот с этого все началось. Я выступал в концертах у Анастасии Лазарюк в 1985-1987 году, и Илюша Бершацкий был руководителем группы в то время. Вот откуда ноги растут, может быть. Просто меня известили о том, что я должен ехать на конкурс за неделю, до конкурса «Евровидение». И первое, что попалось под руки, был Илюша Бершацкий, на то время музыкальный руководитель моей группы, который предложил красивую песню. Я же не слежу за творчеством, то, что он писал много лет назад. Песня понравилась, красивая, лирическая. Илья Рейсенко писал слова. И все. Ну, что ты такого, что держи? Вы же не в розовой кофточке. Ну, и у вас нету этих атрибутов женских. Поэтому, это нормальный вопрос. А как называется песня? Мы можем предоставить ссылку. Это перед Евровидением 2009, это всплыло. 2009 год. В 2009 году это вот пластинка. Ну, вот я... Она похожа на песню. Знаю его песню. Которую я пел. Да. «Тогда забудь вулкан». Как вы знаете, пластинка появилась в 2009 году? В 85-м. А спел я в 95-м. А Илюша работал у меня в 85-м, 87-м. Ну, может быть, он... Не знаю. Но если это так, то... Чего же они так и поздно спохватились-то? Меня уже дисквалифицировали с 17-го места куда? На 24-е? Взять ластик, стереть мое участие отовсюду уже нельзя. Вот, поэтому забавно. Лучше работать должны их службы. Кстати, если бы они мне заменили песню, может быть, у меня возникло и не 17-е место в результате. А может, я и победил бы тогда. Потому что у меня был выбор. Либо спеть песню «Посмотри, какое лето», «Посмотри, какое...» Либо эту. Но «Посмотри, какое лето» вышло там по правилам на месяц раньше. И меня ее забраковали. Поэтому появилась Драгустяна вот эта вот ваша песня. Балдавская. А если бы я забил... Я бы тогда спел «Посмотри, какое лето». И пойди знай, чем это все закончилось. Спасибо огромное за интервью. У нас уже немножко время. Огромная удача. Очень нравится ваш номер. Можете попросить, чтобы за вас голосовали. Я уверен, что в России будут за вас голосовать. Если Россия... Поговорите, ребята, ваше время слава. Да, дорогие друзья, дорогие россияне, если наша песня может затронуть ваши сердца, пожалуйста, мы будем очень рады получить от России 12 баллов. Так как по условию конкурса Россия не может голосовать за своего участника. Отдавая свои 12 баллов за Молдову, вы ей отдаете 12 баллов и за Россию. Потому что наш композитор из России. Вот так что. Видите, как все... Ух! Со смыслом. Так что России не подкачай. Субтитры создавал DimaTorzok